Всем привет! И я продолжаю рассказывать о кремах-тюбиках. Летом я купила, протестировала, оценила, составила впечатление о большом количестве кремов в тюбиках. Итак, сейчас пойдет речь о кремах для области вокруг глаз. Первое наблюдение, которое я сделала довольно давно, состоит в том, что поскольку крема для кожи вокруг глаз предназначены именно для этой области, а известно, что это очень чувствительная область на лице, требует особо деликатного подхода, то крема, которые предназначены для того, чтобы наносить их на кожу вокруг глаз, они обладают более тонкой текстурой, может быть, их приготовляют в этом смысле более тщательно, и поскольку среди кремов для кожи вокруг глаз есть не только сверхдорогие, но и довольно доступные, то довольно бывает интересно и приятно использовать их для всего лица. К тому же это очень удобно, просто одним и тем же кремом намазывать все лицо. Если это крем бюджетный, то вообще никаких проблем в этом нет. Я часто так делаю, и больше всего мне подошел в этом смысле крем для кожи вокруг глаз, женьшеневый, производства фирмы Неская Косметика. Витамин А, витамин Е, приятно видеть в составе масла жужуба, естественно, имеется экстракт женьшеня. Он, кстати говоря, тот же самый глицерин, естественно, жирные компоненты крема, плюс, естественно, консерванты. Из остальных кремов для кожи вокруг глаз, этот мне понравился более других. Более другие я сейчас покажу. Это два крема производства Белоруссии, Белорусская Косметика. Фирмы немножко разные, это Белитамп, это Витекс. Но сначала по поводу крема облепиха, плюс липовый цвет. Я думаю, что многие слышали о том, что облепиховое масло очень полезно для кожи, и его обычно ассоциируют с средствами, которые борются против преждевременного старения, против старения вообще. Позволяют как-то убирать эти признаки. Насчет конкретно этого крема могу сказать, что понравилось все мне меньше, чем крем Невская Косметика. Кстати говоря, здесь вряд ли имеет смысл говорить о какой-то разнице в цене. Оба крема довольно дешевые, но в то же время вот этот стоил вдвое дешевле, чем белорусский. Как ни странно. И вот этот крем мне понравился больше. Я думаю, что вполне возможно это какая-то индивидуальная реакция или предпочтение. Вот этот мне показался более нежным, тонким. Мне была приятнее моя кожа на лице после женьшеневого крема. Но у белорусского крема с облепихой и липой есть один совершенно замечательный атрибут. Это волшебный запах. Очень приятный. И скорее всего этот крем я буду использовать для рук. Я положу его в сумку. Это будет очень удобно, потому что маленький тюбик почти не имеет ни размера, ни веса. И держать его постоянно у себя в сумочке мне будет удобно. И таким образом я его использую. А крем для кожи вокруг глаз при использовании для рук это вообще как бы совершенно шикарно. Плюс я буду наслаждаться приятным его запахом. что касается крема производства фирмы Vitex содержащего некий кислородный комплекс то могу сказать что это какое-то полнейшее разочарование. У меня такое происходит крайне редко потому что у меня кожа вообще-то довольно неприхотлива и чтобы возникала какая-то аллергическая реакция покраснение зуд вообще какие-то нежелательные явления у меня практически никогда такого не бывает. Вот здесь это возникло то есть по всей видимости вот что-то кислородное что содержится в этом креме имеет эффект этого кислородного комплекса раздражает мою кожу настолько что на ней появляются покраснения может быть так и задумано может быть производители хотели добиться того эффекта чтобы кровь приливала к коже может быть это не является каким-то настораживающим признаком или нежелательным явлением может быть это полезно как раз для кожи потому что когда к ней приливает кровь это значит что она лучше питается и очень многие косметические лечебные средства основаны именно на этом эффекте но честно говоря меня вид моего раскрасневшегося лица после применения крема несколько пугает и поэтому для лица я этим кремом не пользуюсь дело явно в нем потому что это появлялось неоднократно и скорее всего я его либо буду использовать также для рук пользуясь тем что маленький тюбик компактный но если на руках будет что-то подобное то по всей мсти я его выкину по крайней мере советую с осторожностью отнестись к белорусской косметике с кислородными комплексами если возникают какие-то подозрения в отношении какого-то косметического средства не важно оно дорогое или дешевое мне кажется лучше выкинуть не рисковать вот такие дела и еще один недорогой крем для кожи вокруг глаз покажу крем называется вечер производство фабрики свободы для сухой чувствительной кожи с витаминами А и Е я уже когда-то говорила что крем для сухой чувствительной кожи это самый жирный вариант крема который можно себе только представить если это название для сухой чувствительной кожи оно имеет отношение к той классификации которая соответствует ГОСТу вот этим старым книгам технологическим картам и так далее вот этот крем и есть отзыв на него самый положительный мне очень понравился его состав и воздействие я заметила что этот крем пользуется большой популярностью его очень часто покупают по крайней мере при мне я видела очень много раз слышала на него очень много восторженных отзывов в реальной жизни от разных женщин разного возраста особенно меня впечатлил тот факт что в крупной торговой сети где в принципе не так уж много продается разновидностей всяких кремов вот этот крем присутствует неизменно это по всей видимости свидетельствует о том что он пользуется большой популярностью что не просто так именно этот крем там присутствует а никакой подругой это значит что его разбирают и его желательно иметь в ассортименте кстати говоря то же самое относительно лимонно-глицеринового крема для рук фирмы Невская косметика который я показывала в предыдущем видео который обладает совершенно волшебным чарующим запахом и очень неплохими свойствами как крем вот он тоже постоянно находится в ассортименте крупной торговой сети и для тех кто не видел предыдущего видео вот показываю коробочку от лимонно-глицеринового крема сейчас покажу два крема не для кожи вокруг глаз а просто два крема для лица которые мне понравились не очень сильно на лицо я их не накладываю использую их либо для рук либо для ног либо для тела после купания но то как чувствует себя мое лицо после применения этих кремов мне не очень нравится вот один из них крем для лица гранатовый производство нефтокосметики кстати говоря здесь написано что это крем для сухой чувствительной кожи в то же время он совершенно не жирный а очень даже водянистый мне не очень нравится как он ложится у меня на лицо я не чувствую какого-то успокаивающего увлажняющего эффекта что он есть что его нет почти никакой разницы но у него совершенно замечательный запах и то что не годится для ухода за лицом бывает что замечательно подходит для ухода за телом у него на мой вкус слишком какая-то водянистая вообще непонятная текстура для лица не лучшим образом подходит а вот намазывать на тело самое то что нужно поэтому когда выхожу из ванны и еще даже не вполне обсохло вот крем такого типа подходит очень хорошо легко намазывается его не нужно долго силой растирать то же самое могу сказать по поводу крема идеал его делает концерн калина концерн калина очень хорошо известен как производитель чистой линии мне не нравится как этот крем ухаживает за лицом поэтому для лица я его не использую но запах у него очень приятный и это в моем понимании хороший крем для рук хороший крем для тела и вот в качестве таком я его рекомендую крем для рук крем для тела то же самое наверное могу сказать по поводу крема Наташа очень ностальгический тюбик думаю не только для меня может быть для многих других в течение длительного времени это был единственный крем которым я пользовалась он мне всегда очень нравился к тому же именно Наташа для меня имеет особое значение так звали одну самую важную для меня подругу детства крем был очень хорош я долгое время не пользовалась прерыв был значительный в несколько лет и вот недавно я его вновь купила и что-то видимо изменилось может быть изменилась я за это время но мне показалось что текстура крема стала более водянистой для лица мне этот крем не подошел но для рук для тела после купания могу его также посоветовать попробовать в принципе симпатичный состав крем на основе оливкового масла опять же с глицерином и вполне приятный запах крема